Всем доброго времени! Сегодня я вам расскажу о своих пустых баночках, покажу, чем я пользовалась, что мне очень понравилось, что не понравилось. Сразу скажу, что ни одно из этих средств не было прислало на обзор, но это и понятно. И также скажу, что есть такие моменты, секреты, которых, может быть, вы не знали. Вы от меня об этом можете узнать. Итак, вот это всё я использовала. Использовала вот такую порцию разных баночек. И вот почему я это видео снимаю? Мне кажется, это хорошо дисциплинирует тебя, когда ты можешь какие-то средства довести полностью до последней капельки. У меня с этим есть определённые сложности. Я обычно могу бросить средства и не закончить. А так ты знаешь, что тебе нужно полностью его израсходовать. Ну, начну с вот такой вот мицеллярной воды. Family Doctor. Ничего необычного в ней нет. 500 мл. Я думаю, что они примерно такие же, как и Garnier, только дешевле. Приятная отдушка. Не было никакой аллергии, ничего не было. Вот какой-то волосок, извиняюсь. Ни аллергии, ничего не было. Нормальный пластик. По сроку годности она долгоиграющая. До 2019 года. Без парабена, без мыла, без спирта. Для всех типов кожи. Даже склонный к очень сухой. Стоит гораздо дешевле. Она идёт как бережная формула. Но я могу сказать, что со стойкой тушью для глаз она абсолютно не справляется. И, конечно, нужно иметь ещё в запасе средства для снятия косметики с глаз. Я в следующем видео запишу, чем я снимаю макияж с глаз. Вот. Это я вам показала, в принципе, на четвёрку. Почему на четвёрку? Потому что хотелось бы, чтобы и тушина снимала замечательно. Ни шелушения, ни аллергии, ничего не было. Так, убираю. Следующее средство. Вот такой вот флакон духов. Да, я его закончила. Сразу скажу, что он не был полностью полный. Мне пришло полфлакона. Я покупала на разлив. Это оригинальные духи. Это не лицензия. Называются они Жан Ланвин. И что я могу сказать? Вот я специально открыла фрагрантику, чтобы ещё раз освежить свои знания. Это аромат 2008 года. И вот с точки зрения заявленного здесь должна быть ежевика. Я её не слышу абсолютно. Я здесь вижу и слышу зелёный чай. Лимон? Да, слышу. Зелёный чай? Да, слышу. Малину я здесь тоже не слышу абсолютно. И что ещё? Ну, как мне кажется, это вот такая вот свежая цитрусовая группа ароматов, которая была очень популярна в 2006, 2007, 2008 году. Мне вот Гринарден зелёный чай очень напоминает. Ну, немножко помимо зелёного чая есть вот эти вот цитрусовые нотки. Приятный, достаточно стойкий. И в нём есть красивый шлейф. Нравился мне этот аромат. И всем могу рекомендовать. Кто не хочет вот таких призывных ароматов, вот она я вся. Кому нужна спокойная, вот такая вот охлаждающая нотка чая, цитруса, без какого-то перегруза, когда духи больше видны, чем вы сами. Так, этот момент я рассказала. Дальше. Вот такой вот флакон. Наверное, это мой must-have. Ну, наверное, штук 7 у меня было. Я очень их люблю. Называется Naturel. И в Роша. Почему без крышки? Потому что крышки от них я использую для других флаконов. И вам тоже советую выбрасывать флакончики без крышек. Потому что, если вы покупаете тестер, если вы покупаете отливан парфюм, а чаще всего он идёт без крышки. Что здесь? Очень похожи они на Dolce & Gabbana Light Blue. Ну, естественно, это более бюджетная версия. Зелёный травянистый аромат. Вот мне напоминают ситро. Мне напоминают, вот тархун был раньше напиток. Вот нотки ситро зелёного. Нотки отдалённо-оталённо мне виноградом пахнет. Цитрусом пахнет. А что же с точки зрения фрагрантики? Лимон, зелёное яблоко, лайм. Ну, в принципе, я согласна. И некоторые ещё слышат бархатцы. Цветы. Я здесь бархатцев не слышу. Может быть, мне их не положили во флакон. Я не знаю. Вот. Шлейф должен быть белый кедр. Я не слышу кедра здесь. Что ещё? Сейчас посмотрим. Амбра. Нет, нет. Этим близко не пахнет. То есть она пахнет всё время одинаково. Раскрытие натюрель я не чувствую. Цитрусовые зоны, цитрусовые вот эти вот тона. Да. Бархатцев нет. Зелёный чай тоже. В принципе, эти ароматы похожи, но вот это более дорого пахнет, на мой взгляд. Но зато этот более доступен и, в принципе, подходит практически всем женщинам. Он универсальный. Дальше. Очень мне нравилось вот такое жидкое мыло с огурцом. Почему? Потому что очень приятный аромат. Вот нотка огурца, особенно вот зимнее время, очень так освежает. Мыло, да, ничего в нём особенного не было с точки зрения свойств. У него был очень приятный аромат. И достаточно оно густое, было достаточно приятно. Так, это я показала. Дальше. Очень мне понравился вот такой фармакос, средство вокруг глаз. Это Белоруссия выпускает. Мне этот крем подарила Мариночка, моя подписчица с моего второго канала. Здесь 20 мл. И вот для моей сухой кожи, она у меня постоянно пересушенная, у меня есть мимические морщинки небольшие вокруг глаз. Очень хорошо увлажнял, очень хорошо сработал. Не было ни отечности, ни сыпи, ни аллергии. Так что фармакос для контура глаз я вполне могу советовать. Он заявлен как аптечный, он содержит аминокислоты, экстракты петрушки. Замечательный крем, я его советую. И цена у него бюджетная, если я не ошибаюсь. Кроме этого, вот такой шампунь Домашний Доктор. Он заявлен как против выпадения волос, но естественно ничего выпадения волос не останавливает. Очень приятный аромат эфирных масел. Масло розмарина, масло касторовое. Вот очень приятно пахнет. Стоит очень дешево, буквально 2 или 3 доллара и тут целый литр. Ну, честно сказать, не очень хорошо справились производители. Почему? В запах они вложились, в упаковку вложились. Симпатичная, я считаю, упаковка. Но перхоть, вот от него сильная перхоть. Поэтому я кисточки мыла, что-то там могла протереть, руки помыть вместо жидкого мыла и не более. Поэтому его я не советую. А вот у меня еще маска к нему есть, я еще и пользуюсь. Вот она очень замечательная, тоже против выпадения волос. Но в отдельном видео расскажу. Вот такой дезодорант Невея. Ну, что я могу сказать? Ну, вот на зимнее время года он неплохой. Но на летнее я не могу сказать, что он прям справляется на все сто. Ну, вот так. Ну, можно поставить троечку, не больше. Кроме этого, вот такая настойка календула. Это моя любовь со времен моей прыщавой молодости, юности. Замечательную маску меня научили делать. Такую самоделку. Бралась на стойка календулы. И тальк. Обычная детская присыпка. И вот эту массу очень хорошо наносить на прыщики. И очень хорошо подождать минут, наверное, 5-7. Пока она застынет. И реально очень хорошо очищалось лицо. Как я сейчас использую на стойку календулу? Ну, во-первых, мне нравится как эликсир. Я могу ею полоскать зубы. Ну, буквально чуть-чуть. Ничего они от нее не желтеют. Буквально там пол чайной ложки на полстакана. И в целом она воспаление с десен хорошо снимает. И протираю иногда отдельные прыщики. Мне нравится. Мне подходит она. Так. Это я показала. Кря-кря шампунь. Наверное, все, кто помнит его, примерно почувствует сейчас тоже, что и я. Это ностальгия. Тот самый желтенький цвет. Тот самый запах. Вот такой вот приятный, кря-кря. Вот запах жвачки. Жвачки, зефира. Очень приятный. Но, что мне в нем не понравилось, товарищи? Он очень жидкий. Его очень много уходит. Он не промывает хорошо взрослые волосы. С детскими волосами он справляется лучше. Когда мне говорят, мне так нравится мыть голову, шампунем для деток. У меня такие волосы. Нет, люди. Он со взрослыми волосами справляется хуже. Однозначно. И за счет того, что он жидкий, он неэкономный. И этих 270 грамм мы особо и не почувствовали, если честно. Четыре поставили только за ностальгию и за приятный запах. Ну и цена тоже на него достаточно скромная. Следующий продукт. Это вот такой Биакон нежная кожа. Очень его любит моя мама. Но я тоже им пользуюсь. Умывает лицо. Не сушит. Не стягивает. Но опять же, с макияжем он не справляется. То есть тушь он никогда не смывает. Ну так, в целом, вот ощущение свежести неплохое он дает. Ну, четверку поставить можно. Упаковка вот этот тюбик не особо удобная. Выплевывает очень много его. И в принципе, Биакон, ну это не самое лучшее, на мой взгляд, сейчас марка. Хотя, очень вот мне хвалили кремы под глаза именно Биакон. Они на вытяжке пиявок заявлены. Ну и последний такой вот на сегодня продукт. Это Буржуа. Health Mix. Я им экономно пользовалась. Он у меня получается еще в старом дизайне. Я белокожая. У меня 51 номер. Называется Ванила Клея. Ничего плохого не могу сказать. Нравилось, что его не видно на лице. Нравилось, что он не ложился как маска. Нравилась стеклянная упаковка. Но очень он маркий. Вот сама упаковка маркая. Вот этот красный цвет постоянно в эталонном состоянии. Его поддерживать саму упаковку не удавалось. Но в целом ни прищей, ни аллергии, ничего не было. И плюс у него очень приятный вот такой вот запах цветов, наверное. Ну, я попробую сейчас вам показать, какое он давал покрытие. Я когда заканчивается у меня средство, я откручиваю. И вот, собственно говоря, вот так тоже могу показать. Вот такой у него оттенок. И если его размазать, вот такой. То есть, в принципе, его не видно. Матирование у него не заявлено. В целом, я ему пятерку могу поставить на свои деньги. Он достаточно хороший продукт. Но есть лучше него гораздо по такой же цене. Наверное, о них я расскажу в следующем видео. В общем, у меня уже абсолютно пустая корзина. Вы видите. Рассказала о всех продуктах. Подписывайтесь на канал. Пишите, что из этих средств вы пробовали. О чем вы хотите, чтобы я сняла видео. И сфера красоты. И в целом, напишите, нравится вам такой формат пустых баночек. Или нет. Или не нужно на это тратить время свое. И заниматься чем-то более полезным. Ну, на этом все. Всем пока. Подписывайтесь.